Привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать гранатовую настойку в домашних условиях. Для этого нам понадобится литр водки, самогона, спирта, в общем все что найдете. У меня это самогон 45 градусов. Один гранат, желательно спелый, лимон и немного меда. Вот это и все ингредиенты для нашего чудо-напитка. Друзья, мы с вами будем использовать один гранат методом проб и ошибок. Я нашел идеальную формулу как это сделать. То есть пробовал и 2 на литр. Это слишком много оказалось и в принципе вывел эту формулу. Она довольно таки практичная и хорошо себя зарекомендовала. Лимона нам понадобится всего лишь кусочек и мед. Мед конечно же не играет в значение какой. Можно любой майский можете, гречка, подсолнух. Ну что, давайте уже приготовим. Уже не терпится это сделать. Первое что нам нужно это почистить гранат. И бонусом я покажу как быстро очистить гранат. Так что смотрите и запоминайте. Первое что нам надо это отрезаем верхушку, прорезаем, но не доходим до ягод. Поехали. Вот таким макаром. Гранат у нас попался спелый, что очень хорошо. Теперь в каждом гранате вот есть перепонки. Вот нам нужно прорезать по ним прорези. Теперь просто вставляем нож вот так. И вот таким движением мы легко открываем гранат. Наш гранат готов. Сейчас мы его раскроем красиво как цветочек. Это уже конечно тема другого видео, но вам будет так проще. Вы будете кушать гранат таким образом. Вот как это получается. Остается просто убрать перегородки и можно кушать. Итак, друзья, гранат мы уже почистили. Вы этим способом можете чистить себе, деткам. Очень удобно и очень быстро. Лимон я тоже разрезал. Нам нужна только кусочек. Вот такой кружочек. Этого достаточно. Здесь присутствует цедра. Обязательно помойте хорошо лимон. Граната вышла вот столько. Я еще беру две шкурки. Вот такие. В них тоже очень много витамин. Я их тоже бросаю в настойку. И получается просто бомба. Ну что, давайте готовить. Высыпаем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok